Доброе утро, уважаемые трейдеры! То, что, собственно, оказывает самое прямое влияние на те активы, которыми мы с вами спекулируем. Понедельник, безусловно, день тяжелый для всех. Я надеюсь, друзья, то, что вы за эти выходные смогли все-таки не растерять бодрое расположение духа. Очень надеюсь, что соответствующий приподнятый настрой сохранился даже у тех трейдеров, кто спекулирует на рынке о криптовалютах, учитывая то, что биткоин несет сейчас очень серьезные потери, хочется полагать то, что, друзья, вы смогли вовремя распределиться фоном, который сложился, и, может быть, нашли ответы в технике, которые, в принципе, уже давно подавали сигналы о том, что разворот может произойти по этому инструменту, и, соответственно, биткоину не именовать определенных потерь по капитализации, которые мы, собственно, сейчас и наблюдаем. Фундаментально каких-либо важных новостей по рынку криптовалют, ну и, в частности, по биткоину пока что нету. Мы лишь смирились с тем фактом, что перенос, или даже не перенос, но, возможно, когда-нибудь мы и снова вернемся к теме хардкорка. Сейчас пока это то, что поставлено на паузу, то, что уже не обсуждается. Хардкор был отменен, это стало причиной перераспределения, опять же, интереса на рынке криптовалют. Биткоин стал терять стоимости, и много денег ушло к конкурентам, то есть к альткоинам, поэтому мы видели серьезный рост ряда из них, и не просто рост, а обновление исторических максимумов. Вот сегодня активно наблюдал я за Dashcoin, готовил прогноз для, скажем, одного сайта, который специализируется, опять же, на анализе технического характера между прочим рынком криптовалют. И там действительно у нас был пропуск сопротивления 500, то есть рост практически вдвое, хотя, учитывая ту динамику, которую показывал биткоин, у нас многие альткоины показали не менее интересные движения. Что касается более, скажем, приближенных к регулируемым рамкам финансовых инструментов, это наш излюбленный традиционный рынок Forex, это активы на товарное сырье, в частности, нитянку, которая сейчас тоже очень интересна. Кстати, сегодня мы, по идее, могли бы наблюдать открытие торговой сессии с ценовым разрывом, с ГЭПом, потому что сейчас мы обсуждаем, как трейдеры, которые следят за фундаментом, новости, связанные вот с землетрясением в Иране. К сожалению, очень большое количество жертв, и если уж осматривать данные ближневосточного государства, то нужно иметь в виду и риски, которые тут же должны транслироваться, риски для работы местной, локальной нефтяной инфраструктуры и риски перебоя подставок. Но поскольку все-таки котировки держатся примерно на сопоставимых уровнях с закрытием прошлой недели, видимо, пока с этим все спокойно и нормально. Я думаю, что рынок, если бы были какие-то проблемы и была бы возможность дисконтировать эти риски в стоимость, уже первым это сделал. Пока что, друзья, мы работаем с вами с старым фоном, но этот старый фон сейчас явно создал самую очевидную неопределенность в секторе нефтянки, потому что сейчас есть и аргументы в пользу о поддержке котировки черного золота, и есть аргументы в пользу того, что этот актив нужно продавать. Ну, актив, я имею в виду как бренд, так и WTI. Поэтому, безусловно, моя задача обозначить все за и против то, что можно использовать и для длинных позиций, то, что можно использовать для коротких позиций, но принять за вас решение. Я не могу, друзья, я надеюсь, что тот анализ, который проводится из недели в неделю, или изо дня в день уже убедил вас в какой-то приверженности определенному направлению, и, может быть, лишь очередное, скажем, обновление фундамента и акцент на то, что многим уже известно, лишь еще одно подтверждение, почему нужно сохранять либо длинные, либо короткие позиции. Если вас интересует мое мнение, то я еще раз его повторяю, оно не изменяется уже на протяжении очень длительного периода, опять же, нашего анализа, который мы проводим не с месяца в месяц, это позиция по АСЭЛ. Ранее покупал нефтянку, но после достижения 60 долларов за бар, или видя то, что серьезно, в позитиве, опять же, картина не изменилась, я снова переплисировался в продавцы, пока что, скажем, на терминах трейдеров периодически щупаю рынок через продажи большим объемом, но наваливаться на актив в плане села я буду только после того, как бренд закрепится ниже 60 долларов за бар. Пока что мы видим котировки на, в принципе, сопоставимых с максимумами в прошлой неделе в уровнях, ситуация в целом не меняется, участники рынка спекулируют, опять же, на скором заседании ОПЕК, где, скорее всего, можно сказать, с максимальной долей вероятности будет принято решение о продлении действия соглашения энергетического факта, то есть до конца 2018 года. И эта идея, ожидание того, что будут озвучены эти решения, возросли после того, как мы вернулись и обратили достаточно много внимания на политические события в Саудской Аравии, которые были связаны с арестом от членов королевской семьи. И, в частности, уже это событие было интерпретировано как полноценный политический переворот. Это потенциально те события, которые существенно усилят власть и принца Бен Салмана, считается то, что можно его уже считать правителем данного государства в Саудовской Аравии, а он известен как человек, который, опять же, лобирует идею того, что нужно действовать более решительно, нужно принимать, скажем, дополнительные шаги, усилия, действия, чтобы способствовать восстановлению ситуации по балансу на рынке черного золота. И если эта идея понравится еще большему количеству трейдеров, то, конечно же, нас ожидает рост еще до самого заседания ОПЕК до 30 ноября, хотя времени, вы видите, остается все меньше и меньше, две недели уже, ну, думаю, что тот рост, который случился, он уже явное доказательство того, что все слегка дисконтировано уже в стоимости, а в цене. Теперь, что касается негативных факторов, здесь у нас ни предположения, здесь у нас ни ожидания, ни спекуляции, здесь у нас самые настоящие факты в виде цифр и статистики. Начиная, собственно, от прогноза, который тоже ОПЕК по объему сланцевой добычи нефти США, он тоже опирается на реальные цифры, мы обращали на него внимание еще на прошлой неделе, в соответствии с этим прогнозом рост сланцевой добычи произойдет существенно прогнозы, которые были сделаны, скажем, год назад, больше, чем на 50%, ожидается то, что в перспективе ближайших двух лет только на сланцевую добычу будет уходить по объему около 8 миллионов баррелей в сутки, ну, чуть меньше, если говорить конкретно про цифры. Но то, что ОПЕК будет достигнут по сланцевой добыче уже в ближайшее время, это самое очевидное, наверное, что нам можно сейчас говорить по этой статистике. Эта ОПЕК связана с тем, что производство нефти в Штатах реально может перевалить за 10 миллионов, учитывая то, что мы говорили про рост на прошлой неделе больше, чем на 60 тысяч, и текущий показатель уже выше 9,6 миллионов, это более чем реальные и вполне достижимые цели. Что касается усилий ОПЕК и действий ОПЕК, конечно же, они могут исходить из самых, скажем, нравственных побуждений для себя, то, что для них, безусловно, высокий цен на нефть, это, конечно же, благо, и, прежде всего, на что Саудовский район и ПЧО и производители, они еще думают и о состоянии всего сектора, но, как ни крути, если страны ближнего Востока решат побороться за место под солнцем и все-таки признают тот факт, что если они будут и дальше мудрить, опять же, с дополнительными решениями по снижению добычи, это может стоить им определенной доли на рынке, учитывая то, что от США объемы добычи увеличиваются. И, конечно же, им придется соответствовать тем показателям, которые мы сейчас увидим по Штатам, если мы говорим про рост производства в Соединенных Штатах Америки и на Ближнем Востоке, как ни крути, добыча должна расти. И вы помните, я, опять же, руководствовался теми цифрами, которые были даны самим ОПЕК, то, что если пик добычи ожидается к 2025 году, придется поднятием уровень добычи с текущих 33 миллионов практически до 41 миллиона баррелей на сутки. Ну, друзья, вы сами сможете сделать выводы о том, что это будет означать для нефтянки и для всего сектора черного золота, и где могут быть при этом цены на небо. Если кто-то сомневается в том, что в Штатах развивается исландовая бума и производство растет, я снова обращаю ваше внимание на еженедельную статистику, в данном случае в пятницу, потому что у нас очередной отчет Беккер Хьюз, и здесь прирост плюс 9 единиц, 729, мы ушли снова к показателю в 738. И еще одно доказательство того, что нефть добывается все больше и больше, я надеюсь, что эта статистика продолжит оказывать влияние на поведение актива, и, соответственно, сплачивать большее количество медведей. Полагаю, то, что цены на нефть будут снижаться, и ближайший ориентир – это 60 долларов за баррель. Рубль 59.26, картина в целом не меняется, 70 копеек, по сути, остается нам до заветной цели в 60 рублей против доллара. Возможно, с открытия рынка ситуация изменится, скажем, в сторону более приближенную к нашей с вами цели, потому что есть и задатки для снижения цены на нефть, и мы видим то, что рубль все еще активно реагирует на то, что происходит на этом рынке, и, может быть, даже реагирует с некоторым опережением, понимая то, что нефтянка будет слабее. Доллар японская иена. Друзья, как вы помните, в конце прошлой недели мы столкнулись с явным недоверием к доллару. Интерес к этому активу резко снизился, потому что появились новые сообщения по перспективам реализации налоговой реформы. К сожалению, эти сообщения настроили трейдеров на не самый благоприятный лад, потому что те новости, которые появились, они касались того, что в реализации налоговой реформы возникли новые проблемы. Эти проблемы, опять же, среди однопартийцев, республиканцев, в палате представителей и в Сенате. В частности, основные распродажи по доллару, которые фактически вернули пара доллара японской иены к поддержке в 113, были связаны с тем, что Сенатский комитет республиканцев сообщил о том, что их редакция реформы налогообложения подразумевает, что она лишь вступит в силу в 2019 году, потому что они не согласны с рядом положения документов, которые предложили республиканцы, палаты представителей. Если мы будем все-таки работать с тем фактом, что на фоне такой несостыковки мне потребуется дополнительное обсуждение, конечно же, придется нам тоже повременить с ожиданиями притворения в жизнь реформы. И если это и случится, то уж точно не до дня благодарения, как обещал Трамп. Это дата 23 ноября, друзья. Скорее всего, если сослаться, опять же, на комментарии министра финансов США Стивена Млучина, окончательно согласованный документ будет уже ближе к декабрю. В этом формате он будет подготовлен для Трампа и фактически решение останется за ним. Я сейчас возлагаю большие надежды на рост доллара. Почему? Потому что тот законопроект, который был предложен Сенатским комитетом республиканцев, он будет обсуждаться на этой неделе в палате представителей. А это, как я уже отметил, те республиканцы, которые торопятся реализовать эту реформу вот уже сейчас, не откладывая ее, конечно же, до 2019 года. Уверен, что трейдеры могут отреагировать тоже в позитивном ключе на рост вероятности ее реализации в более ранние сроки. Собственно, и этот рост может поспособствовать тому, что пара доллар-японская иена в очередной раз будет тестировать опротивление 114 с потенциальным, скажем, заходом выше. И если руководствоваться техникой и комментариями многих инвестиционных банков о полноценном развитии роста этой валютной пары, можно будет говорить только после того, как она окажется выше 114,50. Есть ли на что опираться, собственно, трейдерам еще на этой неделе, помимо ожиданий и спекуляций по налоговой реформе? Конечно же, есть. Это статистика, которая по мере приближения, прошу прощения, декабря уже будет, скажем, интерпретироваться как сигнал дополнительный и определенный процент вероятности к решению по декабрьскому повышению процентной ставки. Так вот, в эту среду уже у нас, наверное, самый интересный блок статистики по штатам – это роничные продажи, индекс потребительских цен. Если вы посмотрите на прогнозы, то сможете убедиться в том, что ожидания довольно неплохие. И если эта статистика не разочарует, друзья, тогда доллар тоже будет на этом расти, потому что без фундаментальной поддержки, конечно же, сейчас мы не сможем выйти на одно важное решение и без фундаментальной поддержки, собственно, рост доллара мы не увидим. В прошлой неделе явно нам доказали то, что по мере появления хороших и сильных отчетов, доллары не прочих отыгрывать. И, возможно, поведение не изменится. Активы и на этой неделе тоже. Дальше идем. Фунт против американца. На азиатской сессии сегодня довольно интересная. И для меня крайне удивительно было бы видеть резкое ослабление этого актива. Фактически мы потеряли около одной фигуры. Еще было связано открытие сессии ценовым разрывом. Сейчас котировки 1.31.20. Возможно, восстановительная динамика продолжится. И фунт попытается закрыть тот гэп, который образовался на открытии текущей торговой недели. С чем мы можем работать, друзья, дальше? Это с ожиданиями тех важных событий, которые у нас на этой неделе. Собственно, завтра нас уже ожидают данные по индексу потребительских цен. Это отчет по инфляции. Не сомневаюсь в том, что в очередной раз мы увидим роста этого индикатора. Соответственно, еще большая нагрузка на активность потребителей. Возможно, будет интерпретирована трейдерами как еще один сигнал в пользу того, что ставки нужно повышать более опережающими темпами, нежели те прогнозы, которые ранее были озвучены Корни и, соответственно, в целом британским регуляторам. Любой намек в пользу того, что ставки нужно повышать и дальше, конечно же, должно быть воспринято в качестве позитивного, мощного буста и катализатора для движения британцев. Пока у нас держится поддержка 1.30, я рассматриваю пару фунт-доллар только с точки зрения покупок. И снова обращаю ваше внимание, что помимо статистики, которой будет хватать на этой неделе, мы следим еще и за ходом переговоров по Брэкзиту. Последние комментарии со стороны главного переговорщика АЕС Бранье о том, что у Англии, по сути, есть сейчас две недели времени, чтобы они согласовали руководство собственно комитета по обсуждению со стороны Великобритании, согласовали те уступки, которые были обозначены со стороны Евросоюза. Соответственно, друзья, в любой день, предстоящие две недели, любые позитивные сдвиги со стороны, опять же, и решения руководства правительства Англии будут восприняты тоже в качестве первого долгожденного прогресса по переговорам по Брэкзиту, что должно привести к также росту фунта. Я не теряю надежду все-таки в сторону того, что фунт может показать интересные восходящие движения, потому что вижу здесь поддержки и со стороны политики того, что нужно уже принимать какие-то важные структурные решения, не теряю также и поддержки со стороны статистики, которая продолжает сигнализировать в пользу необходимости более решительных действий со стороны Банка Англии по ожесточению политики. Фундамент здесь явно локально на стороне потенциального интереса к фунту и остается только дождаться, пока этот интерес был бы отыгран логичным образом в динамике фунта против доллара. Евро против американца на фоне уже озвученной слабости доллара европейская валюта попыталась, конечно же, укрочить свои позиции, отчасти ей это удалось сделать в последние две торговые сессии прошлой недели, но все равно торги у нас вяло текущие. Евро еще получил поддержку на комментариях члена управляющего совета Европейского центрального банка Ивальда Навотна, который сообщил о том, что европейский регулятор может завершить, собственно, программу покупки активов еще до сентября 2018 года. Но согласитесь, таких комментариев было очень и очень много, и в конечном счете мы слышим драги, которые указывают на то, что все эти стимулы, они предназначены для того, чтобы разогнать инфляцию до цели в 2%, до тех пор, пока миссия данной ИЦБ выполнена не будет, конечно же, ИЦБ не будет и не станет отказываться от экономической поддержки тех инструментов стимулирования, которые используются. Но для трейдеров, которые считают, что ИЦБ уже давно пора встать на тропу прочих регуляторов, которые уже стали ужесточать политику, таких комментариев оказалось достаточно, и мы видели действительно локальный интерес к евро. Я не разделяю позицию того, что у этого фона может быть какое-то долгосрочное фундаментальное продолжение, поэтому если вас интересует, что произойдет с евро в ближайшие дни, в ближайшие торговые сессии, это будет полностью зависеть от поведения доллара. Поскольку мы уже обозначили возможность для возобновления пущего роля американца, значит по евро лишь остается констатировать прежние ценовые ожидания, это на отметке 1.15. Доллар канадец, также отдельно выделю эту валютную пару, в частности канадца, потому что на этой неделе буквально со среды мы будем с вами работать с очень интересным фоном по данному активу. В частности, в среду нас ожидает выступление заместителя управляющего банка Канады Каролины Билкинс. Безусловно, она снова будет говорить о перспективах национальной денежно-каритной политики, но напоминаю, что две недели назад мы уже слышали с вами позицию и полозы Каролины Билкинс. Эта позиция сводилась к тому, что теперь банк Канады вынужден взять паузу в решениях по росту процентных ставок, потому что прошлые решения привели к не совсем предсказуемым последствиям. Фактически они наломали дров, которые создали угрозу для роста иноксопотребительских цен, для, соответственно, активности потребителей. И сейчас это все приводит к более скромным показателям по экономическому росту и таким же скромным показателям по экспорту. Потому что вы помните, насколько сильно укрепилась канадская валюта. Сейчас канадцы, скорее всего, будут постепенно, скажем, ослаблять. Текущие котировки у нас 1,2688. Цели остаются опрежними на отметке 1,30. И надеюсь, то, что выступление Каролины Билкинса в среду, в четверг у нас данные парынку труда и в пятницу отчет по индексу потребительских цен на этой неделе позволит этой валютной паре вырасти больше, чем на 150-200 пунктов. Фундамент очень крутой, друзья. Его не стоит игнорировать. И все-таки не забывайте, что у нас параллельно с ожиданиями определенного исхода по этой статистике есть еще и поддержка в пользу длинной позиции со стороны роста доллара, на который мы также настраиваемся, и со стороны потенциального снижения цен на черное золото. Ну, по остальным активам пока у нас без изменений. Австралийцы, новозеланец снижаются. Американский фондовый рынок вроде бы как и дает сигналы на коррекцию, но, видимо, нуждается в большем негативе. Поэтому здесь стоит лишь сохранять бдительность, внимательность и в отношении американского фондового рынка, тех, кто спекулирует этой секцией. Конечно же, друзья, вам нужно точно не забывать про такие понятия, как управление капиталом на рейсном менеджменте. Ну и также не забывайте о том, что фондовая секция, она обычно характеризуется легкостью, скажем, открытия по факту реакции на какой-то фундамент с существенными ценовыми разрывами. И чтобы не попасть, скажем, в просаг, я советую все-таки принимать решение о целесообразности сохранения длинных позиций на большие периоды времени, нежели чем несколько дней. Имейте в виду то, что коррекция может действительно разразиться в любой момент, особенно на фоне роста определенных негативных настроений по реализации налоговой реформы. Если окажется, что у сторонников того, что с ней нужно притормозить, будет больше поддержки, тогда американский фондовый рынок это первый кандидат на существенные распродажи. Ну на этом все, друзья. Сегодня особо выделить нечего. Обычно мы в понедельник работаем с фоном прошлой недели. События основные у нас начнут поступать уже завтра. Завтра, собственно, на брифинге в 9.30 еще раз с вами встретимся и обсудим то, что происходит на финансовых площадках. Поэтому остается пожелать вам только хорошей торговой недели, несловно, хорошего начала открытия текущей пятидневки. Я, как и всегда, с вами слежу за фундаментом и стараюсь держать вас в курсе о всего происходящем. Всего доброго. До свидания.